Приветствую, друзья! Меня зовут Павел Кочкин. Я уже более 10 лет помогаю людям найти себя, найти дело жизни, понять свои таланты, выбрать направление и сделать так, чтобы вы с утра вставали с горящими глазами. Приветствую, друзья! Меня зовут Павел Кочкин. И мне, наверное, не для кого сейчас рассказывать то, что я лучше всего делаю, потому что у вас все отлично. Но есть такие люди, которые в пятницу чувствуют себя лучше, чем в любой другой день недели. Даже не в конце пятницы, а вот начиная с середины дня, им уже как-то легче. И пятница – это круто, да? Еще есть выходные, отпуск – это то, ради чего мы живем. Так вот, ребята, моя работа для вас выглядит так. Сделать так, чтобы вы в выходные, в отпуске грустили от того, что вас оторвали от работы, чтобы вы настолько кайфовали от того, что вы делаете, чтобы с утра одеяло в сторону отлетало, вы просыпались, «Ай, я, похоже, проспал часть этого дня», и бегом бежали заниматься любимым делом, чтобы вас за это щедро благодарили, чтобы ваше хобби и любимое дело было высокооплачено, и чтобы вы могли отдаваться этому на 100%. Выбрать свое направление, выбрать дело жизни, выбрать то, куда вы вложите кучу энергии и сил. Вот наша с вами задача. Как определить, занят ли ты своим любимым делом? Я дам тебе сейчас 7 вопросов, таких 7 контрольных точек можешь проверить. Первое. Представь себе выходные, представь себе пятницу, представь себе отпуск. И у меня к тебе вопрос. Ты очень ждал этого момента? Или, наоборот, когда праздники, и у тебя нет возможности сделать то, что ты делаешь, с удовольствием, потому что куда-то отключили люди телефоны, исчезли, и Новый год, и они все заняты Новым годом, и ты не можешь делать платье, рисовать или свои Excel-таблицы в этот день не так востребованы. То есть, как только тебе ограничивают возможность работать, это вызывает скорее удивление и внутреннее ощущение, когда же уже эти праздники закончатся, когда же уже эти выходные закончатся, чтобы мне приступить к тому, что я делаю. И очень раздражают, ну так немножко внутри, раздражают те люди, которые сейчас почему-то, особенно если они в твоей команде, где-то отдыхают. Потому что так хотелось работать, так хотелось работать. Вот если такое ощущение, то это первый очень хороший критерий, что ты занят любимым делом. Если мы ждем конца рабочего дня, обед, классная тема, пятница, вот тогда надо посмотреть вообще, да, чем ли ты занят. Второй вопрос, второй критерий. Есть внутренний ответ, который позволяет принимать решения быстро из потока меняющегося мира. То есть, есть одно принятое решение, после которого все остальные решения принимаются очень быстро. То есть, ты хорошо понимаешь, что мое, и когда кто-то приходит, тебе говорят, слушай, давай дома во Флориде сдавать в аренду, вот такая тема. Смотришь на него, говоришь, спасибо, классная идея, я вообще не об этом. Или кто-то говорит, слушай, у меня тут есть предложение от инвесторов, мы готовы освоить такую-то сумму, или есть новая работа, такая классная. Ты прям слушаешь себя несколько секунд и понимаешь, классно, наверное, но невозможно же всем заниматься. Я хорошо выбрал то, что делаю, поэтому спасибо большое. И вы можете очень качественно сказать нет на те предложения, которые поступают от мира, потому что точно знаете, что те потери, которые в связи с этим возникнут, обоснованы, вы хорошо выбрали то, что делаете. И также наоборот, то есть, как только что-то появляется из пространства в предложении вам, вы моментально оттуда выхватываете то, что вам нужно. И быстро соглашаетесь, четко понимая, как это попадает в ваш мейнстрим, в ваш поток, который вы выбрали. Итак, второй критерий, есть одно принятое решение, которое позволяет все остальные решения принимать моментально. Кстати, в психологии это называется доминанта, доминирующий проект. На примере с мамой, она может быть очень уставшей, и спать просто в полной отключке, под окном может работать отбойный молоток, меняя асфальт. Но в этот момент, когда ребенок будет плакать, она проснется и будет его как-то успокаивать, потому что все остальное вторично, а есть первичный проект, который моментально забирает на себя внимание в действиях. И это правда так, что не вымощенная история, а правда, вот этот проект является высоко приоритетным. То есть, если у вас есть такой высоко приоритетный проект, то все остальные решения проще принимать, и тело вам помогает. Второй такой простой критерий. Значит, третий. Следующие пять пунктов я назову прямо из нашего тренинга. Это миссия видения роли, роли социальные и 24 часа. Вот эти пять пунктов, их надо проверить. Это как адрес в навигаторе. Если он есть, то вы точно на своем месте, и вы будете испытывать внутренние ощущения эйфории. Я еще чуть позже скажу ошибки ключевые, то есть, что на самом деле не является критерием того, чтобы вы выбрали свое дело. А пять вот этих пунктиков, которые сейчас назову, это как в навигаторе адрес. То есть, чтобы таксист нормально доехал, надо сказать страну, город, улицу, номер дома, и подъезд, или квартиру. То есть, вот у вас набор пунктиков, по которым вы точно доберетесь до конечного адреса. Что же это за пять пунктов? Первый. Это понятие смысла. Ответ на вопрос, зачем? Если вы не понимаете, зачем вы сегодня подняли свою задницу с дивана, то очень быстро заканчивается вот эта энергия кофе, себя по щекам побили, там, контрастный душ, я побегал с утречка, весь заряжен, классно, еще йогу сделал, я же йогой занимаюсь, но только хочется вот застрелиться. То есть, хочется вот прям бросить все, ничего не делать. А зачем? И ваши социальные атрибуты, типа, ну, надо машину, конечно, получше. Мама сказала, что мне надо жениться, да, уже задолбали родственники с этой темой. Да, и я вообще должна реализовываться, или должен, там, не знаю, перестать работать на дяди, начать работать на себя. Вот. И вот все вроде бы круто звучит, только абсолютно не хочется это делать. Ну, абсолютно. Отсутствие смысла – это первая большая засада. А если у вас обратная история, я вас поздравляю. Если вы просыпаетесь, наполненные вот этой глубокой внутренней идеей, и она соединена с вашим телом, то вы здоровы, агрессивны, эффективны и радостны, и чувствуете внутренний азарт, потому что с радостью просыпаетесь, потому что здесь крутой смысл. Там, на самом деле, 7 уровней, от самых базовых до самых высоких. То есть, кому-то, чтобы выжить, то есть, зачем я поднимаю свою задницу с дивана? Мне хочется есть, я буду голоден, если я этого не сделаю. У кого-то такие мотивы, а у кого-то мотивы повысить качество жизни, людям сделать хорошо, догнать и причинить добро, нанести непоправимую пользу. То есть, есть разные способы, как можно себя внутри замотивировать, познакомившись с собой, понять настоящие мотивы. И там 7 уровней. Итак, первый очень важный элемент адреса в навигаторе, как страна, это мотив. И он должен быть настоящим. Ложный мотив, тот, который не приводит к действиям. С латыни мув и мотив однокоренные слова, поэтому, если вы мечтаете о чём-то и ничего в этом направлении не делаете, мы называем это давнохотелки. Нифигово было бы выучить испанский. Классная тема. И все песни на испанском классные. Да, еще я учебник купил, так что вы меня не упрекнёте в том, что я ничего не делаю. Да, я самоучитель. Давно уже лежит у меня на столе. Вот, значит, вот и ничего не делаю. Вот это плохой мотив, это порождает стыд, стыды. То есть вам как бы кажется, что вы скоро станете предпринимателем, или скоро вы учите испанский, или скоро будете заниматься, не знаю, любимым делом, а пока, пока, я пойду, пока поем. Итак, мотив. Убедитесь, что у вас есть хороший мотив. Если он есть, если есть четкий ответ на вопрос, зачем я сегодня присыпаюсь, то вы на своем месте. Если нет, работайте над этим как можно скорее, аначе вы горите просто прям. Ничего не поможет. Значит, второй, второй пункт. Видение. Мы недооцениваем то, что способны сделать за три года, и переоцениваем то, что способны сделать за год. Вот представьте себе, три года, да даже два года, это уже такой огромный срок, за который можно закончить бизнес-образование, родить ребенка, переехать в другую страну. В общем, два года это приличная очень дистанция. Где вы через два года? Что вы делаете? С кем? В какой стране? Чем заняты? Помечтайте нормально. Что на самом деле нужно? Не на уровне журналов. Я хочу новый дом, квартиру, машину, все дела. А вот что побуждает вас? Прям внутри такой импульс появляется. Видение. Это прям фотки. Это прям места конкретные. Это тест-драйвы. То есть, если вы видите себя на лодке, то сегодня гугл, ближайший там порт какой-нибудь яхтенный, езжайте туда и гуляйте там по лодкам. Найдите какую-нибудь регату, которая стартует в ближайшее время, копите на нее деньги, съездите. Если вы хотите конкретную машину, шубу, мужчину, женщину, страну, город и так далее, погружайтесь в это и задавайте себе вопрос. Я готов сейчас прям вот так вот поделать ради этого? Возможно, вам надо победить в чемпионате школы по шашкам, и это вас сейчас разбудит. А вот эта идея о том, что вам нужны часы, не знаю, той или иной марки, она не так возбуждает. Значит, картина, где вы на сцене вашей школы, на пьедестале, и вам вручают грамоту по шашкам, а Люся смотрит на вас и делает так, ну надо же, какой мужчина. И вы смотрите на эту Люсю и понимаете, что жизнь удалась. То есть, может быть, у вас такой мотив, может быть, у вас такое видение. Люся смотрит на вас и так далее. Восхищается. Чем отличается миссия от видения? Миссия – это ответ на вопрос «Зачем?», видение – это «Как?». Миссия может быть абсолютно бессрочной, то есть, миссия может быть, не знаю, я хочу делать больше красоты в мире, и вас раздражает, когда некрасиво, все время подходите и докручиваете, как-то, чтобы красиво было. Или ваша миссия может быть просто «Выжить», и она навсегда. Она может меняться. Миссия – это просто мотивы текущие, ответ на вопрос «Зачем?». То есть, видение – это конкретика. Вы можете сделать фотку с датой, людьми, которые там есть, местом. Знаете, на фотографии, там еще сейчас геопозицию прикрепляют, конкретное место, конкретные люди, что вы делаете, сколько минут, фотография, знаете, лайф-фото, 15 секунд добавляться. То есть, это прям очень конкретная картинка. Это видение. Итак, если вы на своем месте, то видение, оно вызывает у вас улыбку, и вы с радостью проектируете свое будущее, и помните, любой шедевр был создан дважды. Один раз в воображении, другой раз в реальности. Убедитесь, что у вас есть в воображении картина, куда вы двигаетесь, и она отражает ваш внутренний мир, и вы соединены с ней, и вы двигались туда. Обратите внимание, без каких-либо гарантий. Вот классическая ошибка. Павел, а где гарантия, что я в этом направлении буду успешен? Павел, это мое или не мое? Ну, 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 где гарантии? Нету? Ха, даже Кочкин меня не разгадал. Какой ошибка заколдованный. Пойду поем. Значит, вот эта идея, прогарантируйте мне мое будущее, вот это классический фейк, классическая яма, в которую прям падают, спотыкаются. Где гарантия? Да, где гарантия? Значит, гарантий нет точно, однако, план оживляет. То есть наличие проекта самого себя в будущем, это очень хорошая подсказка и очень хороший критерий людей, которые на своем месте, которые нашли себя. Те, которые такие, давно ли я, магнолия, там, само по себе GoPro плавает, а за жемчугом нырять надо. То есть развитие дело добровольное, это усилие, это усилие, проектирование будущего. Ну, кстати, есть такая стратегия, знаете, расслабиться, быть в потоке, вот что оно придет, вот куда там я залечу, там и так далее. Тоже вариант, только убедитесь, что вы довольны в этот момент своей жизнью. То есть, если вас вот так вот на плаву куда-то заносят, куда-то на мусорную свалку и вы обнаруживаете, что, о, да, и здесь тоже хорошо, ну, убедитесь, что это честный ответ. Честный ответ. Поэтому, либо проектируем будущее, тогда это усилие, либо расслабляемся, наслаждаемся, а там куда заведет. Это, кстати, в Библии описано, Бог дал каждому талантов по силе, и вы можете их залить в землю. Вот, поэтому, если вы чувствуете внутренний червячок такой, который говорит, слышь, мог бы больше, вот, то не надо себя обманывать, мог бы больше, а иначе не было бы этого голосочка. Его, кстати, можно заглушать алкоголем, там, не знаю, компьютерными играми, ютьюбом, инстаграм. Итак, миссия, видение, значит, роли, роли. Роли, это еще одна прекрасная точка, которая дает вам ответ на вопрос, мое или не мое. Роли, ну, есть стратега, есть тактик. Телескопом гвозди забивать, ну, ну, не дело. Ну, конечно, ну, прям реально можно, но, блин, он задумал, был для другого, не очень эффективен. Хотя, можно забивать гвозди? Можно. Если вы, например, крутой художник, вас можно посадить в Эрнстен Янг и Excel-таблицу считать. У нас на курсе была девочка Маша, у нее папа очень сильный, он доктор наук, профессор экономики и директор бизнес-школы, в которой я учился, он всегда своей дочери говорил так, Маша, будь экономистом, не будь дурой. Вот, у Маши было два варианта развития по жизни. И Маша все время искала себя как-то внутри экономики. Вот, и вот она как-то пришла к нам на предназначение и, пройдя курс, она ко мне подходит и говорит, Паш, слушай, ну, у тебя говнотренинг. Я говорю, Маш, слушай, от тебя особенно приятно слышать, ты расскажи, почему? Вот, она говорит, слушай, я пришла с тремя вариантами вообще определиться, то ли в микроэкономику, то ли в макроэкономику, то ли в финансы. Я пытаюсь понять, не то ли на бирже, короче, то ли вот Вернстон Янг и так далее. Говорит, ни одной подсказки, ну, ни одной. Маша, ну, ладно, выходи на сцену, давай, зачитывай. Маша выходит и зачитывает из своей рабочей тетради результаты практик. Ну, и там написано, я, по сути, художник, как я заряжаюсь, рисую, мое место силы, картинная галерея, мои кумиры, Микеланджело. Вот, и она так перечисляет, 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 перечисляет. Ну, здесь подсказки. Ни одной подсказки Паши нет. Весь зал улыбается, кроме Маши. И она говорит, ну, и что вы ржете? Вы мне предлагаете художником стать? Значит, Маша уехала сначала в Китай, там, переводчиком пыталась работать, потом еще куда-то. В общем, она очень долго старалась убежать от своих талантов. Итак, внимание, третья, третья вот эта компонента в адресе, это работать по сильным сторонам. Вам надо осознать свои таланты. В противном случае это похоже, как будто мы змею учим летать. Ее можно бросить в небо. Кстати, я думаю, нормально полетит. Или ежа. То есть, в принципе, это все выглядит достаточно эстетично, они точно могут летать. Но созданы были для другого. Талант ежа не в полетах. Ну, смотря какого, конечно, летать он может, но не очень. И вы, наверное, тоже можете заниматься чем-то таким, от чего вас немного подташнивает. Итак, внимание, если вы работаете в ключевой роли, то одно и то же видение и миссия приобретают совершенно разные окраски. Это вообще разные профессии. Вообще разные профессии. То есть, человек на своем месте нашел себя тогда, когда работает по сильным сторонам. К примеру, вот перед вами стоит персонаж Кочкин. Миссия, да, мне очень нравится история с горящими глазами людей. Я прям ненавижу вот этих, вот это нытье, которые говорят, ну знаете, Павел, я не понимаю, кто я, знаете, тут такая сложная ситуация в стране санкции, сами понимаете, падает сейчас у нас в стране спрос на мои услуги, но государство затягивает гайки. Я говорю прям выйди, выйди, я тебя воняет, отойдет мне, прям противно. Вот, в этот же момент я обожаю смотреть за развитием талантов, за людей, вот которые, ну, смотреть на людей, которые просто яркие, и они прям, ну, дерутся, активничают, вкладываются в свои какие-то амбиции. Миссия, горячие глаза, видение, у меня много вариантов, я могу сделать вебинар, я могу сделать школу онлайн, в каком идее, я могу сделать автоворонку, лендинг, телеграм-канал, ютуб-канал, инстаграм, написать книгу, пойти в институт и работать на кафедре позитивной психологии в МГУ или в лаборатории, или заниматься профориентацией, у меня вариантов-то много. И дальше я на себя примеряю роль, итак, третий пункт, что я на своем месте. Ну, например, мне издатели говорят, Павел, где ваши книги? Такое было там 10 лет назад. Они говорят, где ваши книги? Я говорю, ну, нету. Они говорят, ну, вы же популярны, давайте мы все издадим, где ваша рукопись? Я говорю, нету. Иду к своим друзьям, говорю, слушайте, у меня все книжки хотят, что делать? Он говорит, Паш, пиши. Я говорю, что-то я не очень люблю. Он говорит, заставь себя. Я говорю, что, прям заставлять? Он говорит, ну, да. Я 30 дней под штраф 30 тысяч рублей, если я хотя бы один раз пропустил заметку в ЖЖ, писал каждый день. Это был ад. Значит, 30 дней спустя я знаю себе кое-что. Чукчин не писатель и даже не читатель. Итак, внимание, моя роль, писатель, вот который печатает, что-то пишет, точно не мое, ну, точно, ну, точно, ну, я плохо летаю или плохо копаю землю, ну, точно. Значит, я теперь знаю, почему. Я четко проверил, я 30 дней себя заставлял, я теперь сделал вывод, это не стало частью меня, вот, я никогда не буду писать. В этот же момент другой человек, у нас есть девочка, ученица Оля, она писала каждый день стишочки маленькие, и теперь у нее книги-бестселлеры, по ее стихам детским снимают мультики, она делает для танцующих утят какую-то там психофизиологическую гимнастику, она пишет постоянно. Я не могу этого делать. Итак, внимание, роли. Еще один важный аспект, значит, при одной и той же миссии, при одной и той же видении, выберите роли, может, вы стратег, и вы не можете тактикой заниматься, может, вы круто начинаете, но не можете заканчивать, вам рутина, она вас бесит, например, или наоборот, мне надо сказать точно, что делать, тогда я эффективен, а вот это вот креативить, ну, пускай другие креативят, я хороший исполнитель, да, признайте это, или я человек творческий, я могу рисовать, я испытываю эмпатию к людям, а если мне надо сидеть одному, мне очень тяжело. Найдите те роли, в которых вы эффективны, найдите свои таланты, это очень круто позволит вам понять, вообще на своем месте вы или нет. Если вы работаете по слабым сторонам, то убедитесь, что у вас есть следующий шаг, в котором вы получите за это щедрый бонус. Может быть, вы прокачиваете что-то очень важное сейчас, но это как деньгами печку топить. То есть, если вы муха и учитесь плавать, или если вы, не знаю, самолет и учитесь землю копать, да, там, крылом, ну, убедитесь, что у вас там сейчас экстренная посадка, и это действительно нужно. В противном случае вы на своем месте тогда, когда в вашем расписании, в вашем календаре, то, что вы делали бы и так в отпуске с друзьями, с супругой и так далее. Как ни странно, это возможно. Как ни странно, это возможно. Ну, и финалем, значит, роли, это не только таланты, это еще и социальные роли. То есть, убедитесь, что друзья на вас смотрят и говорят, блин, он крутой, он нашел себя. Все, вот вам ответ на вопрос, как понять, человек нашел себя. Люди со стороны смотрят и говорят, ну, он на своем месте. Вам говорят так? На встречу одноклассников приходите, вам говорят, ты видел? Вот, повезло-то, да? Конечно, повезло, да? 10 тысяч часов работы, и вы нашли себя. Вот это, взгляд со стороны, это объективно, это объективно. То есть, когда кто-то смотрит на вас, и вам говорят, ты крутой, ты молодец, ты нашел себя, это хороший знак, хороший. Вот, если вы внутри себя считаете, я нашел себя, все вокруг говорят, слушай, можете помочь, там, что-то такое-то бледное, типа, можете воды принести. Вот, если вот такое состояние со стороны, ну, задайте себе вопрос, уверены ли вы, что вы там целостно собрались. Ну, и финал. Финал, последняя точка, это ваше расписание. Я предлагаю такой простой тест, как понять, на своем месте-то или нет. Возьми свое расписание, фиксируй день по 15 минут, прям, такой челлендж, называется, хронометраж, или тайм-трекер. Можете скачать на любом телефоне, вбейте слово тайм-трекер, у вас будет приложение, там надо будет просто фиксировать, что вы делаете в течение дня. Посмотрите на свое расписание, а дальше пройдитесь по этим 15-минутным квантам, 15-минутным кусочкам, поставьте себе оценку. Ноль, я это делал с жутким усилием, сливая энергию, мне было противно. Десять, это была эйфория, оргазм я испытывал, когда там делал презентацию слайда или там что-нибудь еще. Если у вас там 10-10-10-10-10-10, и день сбалансирован, и вы там тут с семьей, тут вы позавтракали, тут вы там творили, тут вы рисовали, тут вы сидели сосредоточенно, занимались каким-то проектом важным, и вы наполнены в результате, очень глубоко внутри. На поверхности могло быть тяжело, но глубоко внутри наполнены. То есть, если мы день разобьем на части, поминутно, и посмотрим, что происходит, это, наверное, самый сильный критерий, отвечающий на вопрос «моё это или не моё?». Эту практику саботируют абсолютно все. Она у нас является первой, базовой, фундаментальной, называется хронометраж. Это делают в научной организации труда, в крупных компаниях, в обязательном порядке. То есть, все знают о том, что это суперэффективно. Но так саботируют просто кошмар. Почему? А как себе объяснить потом в результате записи, что я вот проснулся рано, окей, в 10, зарядка, душ, ещё 15 минут, завтрак, ещё 15 минут, а потом 45 минут чай. И ещё 2 часа дорога. Почему 2? Фух. Потом опять кофе. Вот потом вот-вот, совещание, да, это важно было, важно, да. Вот потом обед. Потом опять, короче, уже дорога, странно как-то после обеда дорога домой. Вот потом вот я что-то пропустил, не пойму, не записал. А вот потом вот 4 часа на Ютьюбе, да, значит, на Ютьюбе ролики смотрел 4 часа. Да, как это попадает в мои мечты, да, интересно. Вот потом ещё ВКонтакте, ну как там же сообщение пришло, ну не могу ответить, это же будет некрасиво. Вот. И вот я уже спать лёг там глубокой ночью, да, потому что мысли о том, что я ничтожество спать не даёт, надо себя убить как-то, да, вот это сознание. Вот. И вот я без памяти засыпаю, и поэтому с утра весь разбитый просыпаюсь опять в 11. Вот когда вы видите это расписание, то все вопросы к экспертам из разряда Павел, как найти себя, да. Вы знаете, я в поисках своего дела, жизни, своих талантов. Вы знаете, я никак не пойму, это мой проект или не мой. Они разбиваются о хронометраж. Когда ты понимаешь, что ты просто ничего не делаешь, у тебя нету связи вообще никакой с проектом вообще своей мечты и своим расписанием. Поэтому не надо делать хронометраж, если вы не стрессоустойчивы. То есть только в том случае, если очень хочется начать двигаться в направлении самореализации, очень хочется, и вы готовы к этому стрессу, тогда займитесь. Если просто начать делать, страшное дело знакомство с собой. Удачи вам, ребят. Я вам искренне верю, что вы научитесь определять быстро моё это или не моё. Значит, подытоживаем. Первое. Вы как к отдыху относитесь? Это супер долгожданный момент или для вас отдых – это просто смена деятельности? Поработали, там поработали, тут позанимались, этим позанимались. У вас такой коктейль, который вас всё время заряжает. Итак, как вы относитесь к отдыху? Первый вопрос. Второй вопрос. Есть у вас принятые решения, которые позволяют вам на поток быстро реагировать, быстро решения принимать. Третье. Миссия. Ответный вопрос «Зачем?» Наличие смысла. Есть ли внутренний ответный вопрос «Зачем?» Видение. Знаете ли вы, куда идёте? Есть ли у вас картинка, которую вы мечтаете, которую вы наполняете деталями? Четвёртое. После видения. Как вы это делаете? На каких сильных сторонах? Занимаетесь ли вы чем-то, что является действительно вашей природой и предрасположенностью? Или вы выжимаете из себя последние соки, еле живо, деньгами топите печку? Что происходит с социальными ролями? Ваша семья, друзья, спорт? Не забывайте о вашем здоровье. Сбалансированы ли вы? Если да, поздравляю. Если нет, не пренебрегайте, пожалуйста. В здоровом теле здоровый дух. Ну и ваше расписание. Убедитесь, что когда вы живёте, если вас остановить на секунду, то вы с улыбкой можете ответить на вопрос «Это лучшее из того, что я мог сегодня сделать?» И ответ «Да». И даже если вы в этот момент читаете книжечку, когда-то надо отдыхать с удовольствием. Или вы обнимаете свою супругу, или играете с детьми. Это я выбрал. Это моя система ценностей. Это для меня самое важное из того, что я делаю сейчас. Наслаждайтесь моментом. Я искренне верю, что вы на своём месте заняты любимым делом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...